Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео сегодня с вами я, Пашки Ильич Анна, и мы обсуждаем такую тему, как внесение удобрений осенью. Осень является идеальной порой для высева сидератов, о которых мы уже много говорили в предыдущих видео. Также идеально осенью вносить органические и минеральные удобрения, фосфорные и калийные. Если мы говорим о сидератах, то имеет смысл присмотреться к группе крестоцветных сидератов, а также к злаковым культурам, которые успеют еще до мороза нарастить определенную вегетативную массу, которую будет достаточно весной заделать в грунт. Также фацелия будет хорошо расти в качестве сидеративной культуры, поскольку она не боится холода и низких температур, а также чрезмерного количества влаги. Что касается бобовых сидератов, то, как правило, им требуется большее количество времени для наращивания вегетативной массы, поэтому бобовые сидераты мы отложим для следующего агитационного периода. Конечно, у всех садоводов и огородников сидеративные культуры уже заняли свое место в севообороте. И сейчас мы больше будем говорить о том, какие удобрения следует вносить после уборки поздних культур, например, корнеплодов и капусты. Очень важно понимать, какая кислотность характерна именно для вашей почвы. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно воспользоваться бытовым портативным pH-метром, который можно поместить в землю и спустя несколько минут посмотреть на значение по шкале. Лучше, конечно, делать это не в одной какой-то части огорода, а минимум в пяти частях, и по-среднему определиться с значением кислотности, характерным для вашей почвы. Конечно, существуют более точные методы определения кислотности почвы. Например, можно закупить тест-систему, которая будет состоять как минимум из лакмусовых бумажек. И путем взятия средней пробы и приготовления соответствующего раствора из почвы можно достаточно достоверно определить pH-показания именно для той почвы, с которой мы работаем. Метод определения кислотности почвы с использованием тест-полосок или лакмусовых бумажек, по-другому их называют, он хорош, он доступен и он не сложен в исполнении и не трудоемок. Поэтому обязательно, если у вас есть возможность, купите подобные тест-полоски, изучите инструкцию по их применению и достаточно достоверно будете получать результаты по измерению кислотности почвы в вашем участке. После того, как мы установили значение кислотности почвы, нам необходимо принять решение о том, что же мы будем делать дальше. Поскольку если у нас почва будет кислая и мы будем вносить наши основные удобрения, то будет происходить образование комплексных, трудно растворимых и труднодоступных в дальнейшем растениям соединений, которые не имеют никакого смысла, находясь в земле. Поэтому если у нас установленное значение кислотности будет на отметке в районе 3-4, то почва у нас будет сильно кислая и обязательно ее необходимо будет раскислять. Для этого мы можем воспользоваться стандартными веществами для раскисления. Это может быть мел, доломитовая мука, хорошо раскисляют почву, древесная зола. В зависимости от того, какая кислотность будет установлена на вашем участке, соответственно будем дозировать и количество тех раскисляющих компонентов, которые мы будем вносить. Если у нас кислотность будет на уровне 5,5-6,5, то мы будем присыпать почву, словно посаливая ее вот этим, например, древесной золой или доломитовой мукой. Если же там кислотность, как я уже сказала ранее, будет на уровне 3,5-4, то тогда, конечно, необходимо вносить раскисляющий компонент в значительно большем количестве в почву. После того, как мы внесли раскисляющие компоненты в почву, необходимо дать возможность им связаться с почвенной влагой, перейти в состояние подвижности. Для этого необходимо минимум ожидать от 2, максимум до 4 недель в зависимости от влажности почвы. Если у нас почва сухая, осенних дождей недостаточно, то тогда будем ждать вплоть до месяца. Если у нас почва постоянно проливается осенними дождями, то достаточный срок ожидания для работы доломитовой муки, мела или древесной золы это 2 недели. После того, как у нас почва раскислилась, мы можем переходить непосредственно к удобрению основными дозировками, основными удобрениями, которые мы приняли к работе на своем участке. Первое и самое основное удобрение, которое стоит вносить в почву именно осенью, это навоз. Навоз может быть любой, в зависимости от того, который будет доступен именно вам к использованию на своем участке. Лучшим, конечно, вариантом является конский навоз. Также неплохим вариантом будет являться куриный навоз, кроличий навоз и навоз от крупного рогатого скота. Почему навоз именно лучше вносить осенью? Это больше связано с работой почвенной микрофлоры и с тем количеством влаги, которая находится у нас в почве. Поскольку осень – это стабильное поступление влаги в почву в виде дождя, весна – это таяние снега, снова поступление влаги. И вот за счет постоянного количества достаточной влаги в почве работает микрофлора и органика, которая в виде навоза вносится нами в почву, она на хорошем уровне перерабатывается и повышается плодородие почвы. Наряду с навозом следует вносить минеральное удобрение. В частности, следует вносить калийное и фосфорное удобрение. Если мы будем говорить про азотное, то большая часть азота испарится, а оставшаяся часть азота за осенне-зимний-весенний период перейдет в грунтовые воды и, к сожалению, не будет доступна нашим растениям для непосредственного употребления. Поэтому делаем акцент на калийно-фосфорное удобрение. В зависимости от уровня плодородия почвы, от физического состава почвы будем вносить от 30 до 60 грамм удобрения на квадратный метр. Чем больше оккультуривание почвы на вашем участке, тем, соответственно, меньше будем вносить минеральных удобрений. После внесения органических удобрений, минеральных удобрений, мы можем на глубину пахотного горизонта, это 25-30 сантиметров, заделать эти удобрения в почву и весной уже не вести глубокую перекопку. Также есть ряд исследований, которые показывают, что когда мы вносим навоз и не заделываем его в почву путем глубокой перекопки, то мы повышаем плодородие в 3-4 раза. Но при этом необходимо помнить, что открытый навоз вместе с минеральными удобрениями оставлять на почве не стоит. Можно пролить различными микропрепаратами, содержащими полезные микроорганизмы, например, на основе баверии, триходермы, и затем замульчировать внесенный навоз. Также следует помнить, что при внесении как органических удобрений, так и минеральных фосфорно-калийных удобрений у них идет процесс накопления в почве. И, как правило, от момента внесения до полного поступления и взятия всех компонентов растениями из этих удобрений проходит в среднем 3-4 года. Поэтому, если вы внесли обильно навоз этой осенью, то имейте в виду, что где-то через 3 года он полноценно усвоится вашими растениями. Надеюсь, что благодаря этому видео вы получили ответы о внесении удобрений осенью. Оставайтесь на канале Процветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч! Всего вам хорошего!